100 дней до пляжа 100 дней до лета я пошла в спортзал с понедельника В понедельник пошла Может быть даже в среду сходила А вот уже в пятницу на следующей неделе Запал пропал Вот как сделать так, чтобы этот запал все 100 дней держался Запал пропал Так, нужно влюбиться Для начала нужно влюбиться Это, наверное, основной мотив для нас, для женщин Желательно, чтобы кто-нибудь понравился в спортзале Чтобы был еще один мотив Фитнес-тренни Да-да-да, вот эти походы в спортзал на каблуках Мы знаем, да Возможно Но это ужасно Скажите, вы фотографируетесь? Нет, спортзал должен быть спортзалом Принимаете на пляже специальные позы Фото-позы для того, чтобы Быть в более выгодном ракурсе Держите солнышко, например Солнышко очень люблю Фотографироваться на пляже Не очень, признаюсь честно Ну, конечно, пару кадров с пляжа у меня имеется Ирина, а скажите Вот очень многие девушки Знаете, особенно если были пухленькими Потом начали худеть И у них получилось И очень многие не могут вовремя остановиться И чем дальше, тем хуже Вот бывало ли у вас когда-нибудь такое Знаете, когда превосходная форма становится идеей фикс Боролись ли вы с этим как-то? Ну, или, может, ваши подруги Вот как остановить обезумевшую девушку? Вы, наверное, говорите о том Чтобы не попасть в жуткое состояние анорексии, да? Ну, в общем, да Когда уже чересчур хорошо, то уже нехорошо Ну, я скажу честно, что сама сталкивалась с этим Пределы нет совершенства И когда ты входишь в азарт Видишь, что вот 5 килограмм ушло Надо 10 килограммов, надо еще 2 килограмма, надо 3 Ну, здесь должны помочь все-таки какие-то, наверное Добрые советчики, в частности, родители и близкие друзья Так ведь правила никого не слушаешь И когда говорят, слушай, ну ты уже выглядишь плохо Да, конечно, ну я-то вижу, что это прекрасно Девчонки, вот и на вашей улице праздник В преддверии Международного женского дня Все киновости сегодня только про любовь и о любви Начнем с ее анатомии Изначально высокие чувства препарировал Шекспир У него эту идею одолжил писатель Скотт Спенсер Ну, а молодая калифорнийская режиссерша Шана Фест Анатомию любви экранизировала Последние 2 года она не отрывалась от учебников Прошу прощения Жили по соседству, что вообще-то странно Две семьи, между которыми зияла большая экономическая пропасть Но соседским отпрыском до родительских долларов дела нет Поскольку, во-первых, детки разнополые А во-вторых, пребывают в позднем пубертате Поедешь с нами? Ты хочешь угнать ее? Беру на прокат Смелей Вечеринка Предки в отлучке Дэвид, тот, что из бедняков, решает открыть свое сердце Джейд Той, что из богатеньких Девушка юна И обращает внимание не на банковский счет Дэвида А на его профиль Бурление чувств Игра гормонов Сиренады под балконом Подойди ближе, ты сводишь меня с ума Но взрослым, как это водится, на романтику начхать Прагматичный папаша Джейд и прочие сухари и завистники Изо всех сил стараются разрушить нежную лав-стори Дэвид не преступник Почему ты скрыл от меня? Я предупреждал Пришедшим на сеанс анатомии любви Охи-ахи и вздохи обеспечены Циником и искушенным в делах сердечных 6 марта лучше остаться дома Или отправиться на другой сеанс Ну а тем временем в зале напротив Отечественные кинематографисты Замахнулись на наше все Экранизировали разбойниче Роман Пушкина Дубровский Вы меня подбиваете на непрофессиональное поведение Направленное против интересов моего клиента В списке сценаристов Александр Сергеевич Стоит на последнем месте И понятно почему Драму обработали рашпилем И перенесли действия из 19 века в наши дни Хотя, как видно, с тех пор немного изменилось Только костюмы да кареты Дефрош из Америки Владимир Дубровский, он же Данила Козловский Московский адвокат и клубный гуляка Машенька Троекурова, она же Клавдия Коршунова Выпускница Аглицкого колледжа Послушная дочь своего папеньки Жлобного Толстосума За него Юрий Цурила Главное сейчас для нас Это финансовый план Уже ждут Конва Пушкинская, спор из-за Кистеневки Троекуров гробит Дубровского старшего Младший идет изощренно мстить А по пути влюбляется в Машу Доброе утро Будет теперь с кем про книжки поговорить Впрочем, обижаться на переписывателей Дубровского Пушкину не стоит, сам хорош Говорил, что с жизни историю списал А она всего-навсего русский вариант Ромео и Джульетты Только в конце все жили долго, хоть и несчастливо Я их не люблю Для тебя романтика, а меня раздавить хотят Как все обернется на этот раз Станет ясно 6 марта Но помним, сам по себе Энд хэппи не будет Ирина Ортман у нас в гостях Ирина, скажите, вопрос, который интересует нас, мужчин В этом сезоне какой тренд среди купальников? В чем должна появляться девушка, чтобы нам мужчину нравиться? Девушка должна появляться в купальнике в том, который ей идет Это абсолютно однозначно Мне кажется, здесь не должно быть никакой моды и трендов Если у вас красивый плоский живот, то носите раздельные купальники А если... Если не что-то скрыть, то лучше слитный все-таки Да Или вам все равно, лишь бы был открытый живот? Ты знаешь, Станя, такой простой вопрос Да, мужчины, вот расскажите нам Да я просто, мне кажется, что мужчина любая Лишь бы по, так сказать, откровенней Нет, я хочу вас, девушки, предупредить Всех, внимание, я сейчас обращаюсь к стране Вот это ваше стремление похудеть Выглядеть как шезлонг Оно опасное Не надо Нам, мужчинам, нравится, когда... Ну ты за всех-то не говоришь Девушку видно Конечно, в теле Ирина... Нет, не в теле Ладно, хорошо В телце, в телце Можно так сказать? Ну, понятно, что самый простой способ похудеть Это диета и спортзал Но если нет возможности, там, по разным причинам Да, желание, желание Или, там, не знаю, лень Нет у человека спортзала поблизости, в конце концов Да, есть пол, на нем можно отниматься А какие есть варианты? Вот, например, вы, как кроме спортзала Еще можете бороться с лишним весом? Ну, всегда есть возможность прогулки на свежем воздухе Перед сном может любой себе человек позволить Погулять с любимым питомцем, например Если у кого-то есть собачка Быстрым шагом пробежки, это тоже Многие девушки так парни Либо пробежка перед сном Это очень эффективный способ Я люблю очень быструю ходьбу А у меня, знаете, какой вопрос возник? Вот смотрите, ну, понятно, что там на протяжении, допустим, жизни У нас может случиться несколько встреч с разными молодыми людьми Там, или девушками, да А у этих молодых людей могут быть разные вкусы И вот, допустим, вы встречались с каким-то молодым человеком Который любит очень-очень худеньких Бах, появился следующий, который любит пухленьких И он говорит, Ир, ну, наешь ты пару-тройку десятков лишних килограмм Да, да, да Где это все, вот это твое все? Да, да, вот вы на что будете ориентироваться? На собственное представление о красоте? Или все-таки нравится молодому человеку? Тоже надо как-то? Ай, нет, я буду абсолютно исключить Точно чувствовать свой организм Абсолютно однозначно Я живу в гармонии с собой и подстраиваться под друг друга А он вас бросит и ждет к пухлюшке? Вы не хотите ему угодить? Да Нет, ни в коем случае Я хочу жить в гармонии с собой А не подстраиваться под других людей Вот, послушайте, до этого эфира я был влюблен в Ортман Оказывается, да, оказывается Девушка эгоистична Если Ортман не будет довольна собой Она не будет нравиться другим Вам в том числе Если тебе нравится худенький Ортман Чего это ты сейчас тут на пухленькую вдруг набросился? Подожди, я хочу с Ириной, а также со всей стороной поговорить о детях Рубрика Детсовет Нужно покупать много купальников Чтобы если порвется первый купальник Можно было бы надеть второй А если порвется второй То можно было бы надеть третий И так далее Мне кажется, самая лучшая подготовка для пляжа Это покупка машины Купил и поехал на пляж Сначала сделать все уроки Чтобы со спокойной душой Загорать и купаться Надо кепку взять Чтобы солнце не ударило в голову Мне, чтобы приготовиться к пляжному сезону Нужно всего только купальник и полотенце А вот у мамы куча всяких прибамбасиков Чтобы не сгореть Чтобы не перезагореть Чтобы закар был бронзовый Чтобы не быть черным В общем, куча всего Продайте шубу и купите плавки Ирина, вот какой вопрос возник Ну вы, когда бываете... Очень понравились А нравилось? Да, ну конечно, все для вас Все лучше только для вас Продать шубу и купить много купальников Это... Правильно У нас же страна вообще удобная Для того, чтобы это сделать Всего лишь какие-то девять месяцев Всего лишь зима Ирина, тем не менее На каких мужчин вы больше обращаете внимание на пляжи? На тех, которые мускулистые, накачанные В масле такой, да? В масле, либо в узких плавках Или те, которые, может быть, не так привлекательны своим телом Но умеют классно прыгать с буны Нырять, доставать жемчужины И вообще у него прекрасная душа И на пляже это видно И он с гитарой может купаться Знаете, как ни странно Меня очень умиляет мужчина с детьми Это так трогательно Так, минуточку Но это же их дети, при которых есть их мамы, да? Нет, ты что, не знаешь? В Алуште, например, есть такая услуга Слава Богу, я на пляже не рассматриваю мужчин Как сексуальный объект Я знаю, нет В Алуште есть услуга такая Ребенок на прокат Нужно берешь ребенка Прошелся по пляжу Познакомился Девушки умилились Да, и сдал ребенка опять родителям Это нормально Ну, я вас уверяю, что вот я на пляже Не буду на папу-то засматриваться Но, правда, на в масле тоже Скажите, Ирина Когда вы приходите на пляж Вы какое место выбираете? Под солнцем? Точнее, на солнце на открытом? Либо все-таки в какой-то там тени Не знаю, там, солярии Под зончиком? До 11 часов утра, конечно, на солнышке А после Желательно в номере То есть вот вы действительно ведете Такой здоровый образ жизни И вам не скучно Я стараюсь, да Мне совсем не скучно, это точно Нет, кстати, Ирина дает прекрасный совет То есть загорать может до 11 утра А потом Пить шампанское в баре под крышей Нет, а потом после 7 Ирина, я все-таки пытаюсь вернуть наш диалог Все-таки к фигуре К килограммам К килограммам Вот, да, мы сейчас с вами поговорим И забудем, по большому счету, про эту тему Еще на 90 дней И когда останется до отпуска Я посмотрела на Ирину Ну, я забуду точно Когда останется до отпуска 10 дней Вот тут, наверное, опять многие вспомнят Замашут крыльями, что делать? Вот когда до отпуска 10 дней Вот что вы можете посмотреть? Ну, самое главное, конечно, ограничивать себя в еде Если нет возможности ходить в спортзал Если у вас нет времени даже совершать прогулки перед сном То просто не ешьте много Ирина Ни сладкое, ни мучное Ни жареную картошку ни в коем случае И тогда будет в порядке Просто не ешьте Когда на отпуска 10 дней Просто не ешьте, друзья Все, правда, старует Кушайте полезную, кушайте полезную еду И все Совершенно верно Готовьтесь, когда до пляжа остается 100 дней Готовьтесь, когда остается до пляжа 10 дней А уже когда приезжаете на пляж Обязательно произнесите эту фразу Дома будем худеть И ешьте все, что угодно У нас была в гостях Ирина Ортон Большое спасибо, Ваврина Аплодисменты И нам аплодисменты Потому что у нас сейчас маленький отпуск Без пляжа Без пляжа